Доклады Алексея Александровича и Михаила Юрьевича, конечно, после таких корифеев и знатоков колоректального рака очень сложно выступать, и тем более такое обширное обсуждение огромного количества исследований, когда говорим о третьей линии, плюс о реальных возможностях, то, о чем мы сейчас упомянули, они не такие большие. Ну, во-первых, у нас разные задачи, когда мы говорим об адюванте, первая линия, вторая, мы понимаем, что в ранних линиях мы хотим получить максимальный ответ, там, где есть возможность перевести в операбельное состояние, хотим продлить жизнь пациентов, то к третьей и последующим линиям здесь уже на первый план, кроме контроля за заболеванием, еще и выходит качество жизни и переносимость лечения. Мы знаем, что с каждой последующей линии результаты по общей выживаемости и по безрецидивной выживаемости, они все скромнее и скромнее. То есть, если от первой линии мы ждем безрецидивную выживаемость в районе 9-12 месяцев, то к третьей линии наше ожидание сокращается до 2-5 месяцев. Когда мы меняем линии, то у нас есть разные предпосылки, мы понимаем, что часть клеток становится резистентными, приобретает новые свойства, мы знаем о поликлонайной теории канцерогенеза, знаем, что, возможно, начинают выигрывать конкуренцию клон, который резистентен к проводимому лечению. И это одна из причин, почему нам приходится выбирать препараты с другим механизмом действия. Ну и в то же время это и объясняет, почему мы можем возвращаться к тем линиям, то есть делать реиндукцию или речеллендж в последующих линиях. Это слайд, еще раз демонстрирующий то, что в первой линии, когда мы говорим о результатах по общей выживаемости, мы ожидаем все-таки это 2 года, в районе 2 лет. Когда мы смотрим результаты по второй линии, в рандомизированных исследованиях наши ожидания, они в районе 12-13 месяцев. И в первые 2 линии, конечно, используются максимально те опции, которые у нас на сегодняшний день доступны, это иоксалиплотин, иринотекан, фторпиримидины, это анти-GFR, антивек препараты. То есть они максимально все используются как раз в первых двух линиях, когда пациенты подходят к третьей линии. А к третьей линии мы знаем, что ее получат не все пациенты, которые начали лечение, в разных средиях это цифра от 20 до 40%, то есть не так много. Одна из причин – это прогрессия, конечно, заболевания, вторая – это то, что накапливаются побочные эффекты, ну и третья – это общее состояние пациентов, с которым они подходят к третьей линии. Если посмотреть конкретно по риграфинибу, который один из приоритетных опций в третьей линии терапии, то мы видим точно так же, что в исследованиях очень скромные результаты по выживаемости без прогрессирования. Именно поэтому, наверное, сложно про этот препарат рассказывать, но, опять же, это то, что мы видим и в других опциях, да, вот эти три месяца. А вот по медиане общей выживаемости мы видим результаты разнятся от исследований к исследованию, там, от пяти до девяти месяцев. И во многом это связано, что в исследованиях рандомизированных и те, которые в открытых исследованиях реальной практики, разный процент пациентов, получавших риграфиниб в третьей линии или получавших в четвертой, в пятой, в шестой линии, то есть там, где больше трех линий. Более современные исследования, там максимальное число пациентов, конечно, смещено в третью линию риграфиниб, там результаты лучше. Это вот исследование Конкур, МБЛС-370. Почему сложно иногда вернуться к той же самой химиотерапии, которая была, например, в первой линии, да, то есть во второй мы провели, например, в первую сексалиплотину, а в третьей есть, конечно, часто идет желание вернуться опять к оксалиплотину. Причина – это накопление желательных явлений, то есть мы знаем, что это и нейротоксичность, это и милотоксичность, и кожная токсичность, может быть, и диарея, если говорить об иринотоксичности, о восполнении. То есть мы знаем, что есть пациенты, которые и отказываются от химиотерапии, когда выраженность побочных эффектов, то есть если мы говорим, мы начинаем, что нужно вернуться к той же самой, не каждый из них может это перенести, и это может ухудшить качество жизни. И зная, что мы не так сильно влияем на общую выживаемость третьей линии, ухудшать еще оставшуюся жизнь качество, тоже не самое лучшее будет решение. Число объективных ответов третьей линии на эригорафинии, мы видим тоже процент не очень большой, от 1 до 4%, а частота контроля заболевания колеблется от 26 до 50%. Да, это, конечно, мало влияет от статуса РАС, не зависит от локализации опухоли, хотя вот по статусу РАС есть это в исследовании. В Ребеке во французском исследовании было показано, что мутированные с керазмутации, у них результаты лечения хуже при горафинибом, но это в одном исследовании показано. Как можно улучшить? Во-первых, можно повлиять подбором дозы, чтобы снизить количество побочных эффектов и увеличить продолжительность лечения с сохранением дозы. И это прописано в инструкциях к препарату, это прописано в клинических рекомендациях. Схема. То есть мы знаем, что стандартная дозировка – это 160 мг на каждый день в течение трех недель, там неделя перерыв, и не все пациенты могут выдержать, опять же, такое же лечение, и у 38% пациентов нежелательные явления приводили к снижению дозы, 61-го нежелательные явления могли приводить к прекращению. И это спровоцировало то, что исследование РИДОС, в котором как раз первичной точкой было посмотреть, сколько пациентов смогут перейти к третьему курсу терапии, если в первом курсе будет постепенное повышение, то есть в первую неделю 80 мг, при удовлетворительной переносимости 120, потом 160. То есть при таком подходе практически в два раза увеличивается число пациентов, которые переходили на третий курс. И это влияло на общую желаемость, но это, опять же, объяснимо. То есть в исследовании практически 43% в исследованной группе получили третий цикл, и в контрольной группе, там, где сразу же стартовали с дозой 160, 26%. Профиль безопасности, ну, он, соответственно, конечно, был лучше, и как раз за счет ладоноподошвины, гипердизостезии, гипертензии, утомляемости, эти нежелательные явления были реже, при постепенном повышении дозы. Ну, и это нашло свое отражение в клинических рекомендациях на сегодняшний день, ну, и практически, наверное, большинство химиотерапевтов придерживаются такого подхода, опять же, чтобы не вызывать у пациентов нежелательных явлений. Мне очень импонирует методическое пособие, оно очень простое, но очень удобно при большом потоке пациентов на приеме, когда врачи смотрят, там очень просто схема устроена, да, вот, и авторы сегодня как раз выступали, и я просто один из сценариев привел, но на самом деле там сценариев, смотрел, сколько, 9 у нас сценариев, и во всех них есть реграфиниб-место, есть где-то даже он во второй линии, где-то он в третьей, где-то он в четвертой, но в целом, в основном, в третьей линии место для реграфиниба. Да, возможно, эти схемы были бы более сложными, но эти схемы отражают то, что есть у нас в наличии в реальной практике, да, то, что у нас есть КСГ, ЖНВЛП, потому что это очень важные факторы, и когда мы тоже вот дискутируем, надо или не надо какие-то новые опции, там, в клинические рекомендации, в практические рекомендации вносить, это очень часто упирается в возможности и доступность этого лечения на местах. Данные с полей, наши данные по Светловской области, метастатический колоректальный рак, третья линия, в 2021-2022 году мы просто посмотрели, что у нас получали пациенты в третьей линии, не так много пациентов ушло на симптоматическую терапию, то есть большинство все-таки дошли до этой третьей линии, вот, кто-то получил реграфинип, это 28%, но большинство получили повторное назначение было режима с фоксалиплатином или рентеканом, то есть фалфокс или фалфири, или ксилири, или кселокс, ну, то есть вот такие режимы были. А вот кто-то перешел на монотерапию, авторпиримединами, взяли отдельно, посмотрели реграфинип. Да, большинство получают в третьей линии, казалось бы, да, то есть здесь вот 53 человека из 110, по-моему, но если сложить четвертую, пятую, шестую, все вместе, их окажется больше, чем пациентов, которые получили реграфинип в третьей линии. И этим, наверное, объяснимо вот то субъективное ощущение отсутствия эффекта от реграфинипа как раз в поздних линиях, там и эффект его минимален. Есть работы, это исследование Ребекка, французское, и исследование итальянское в реальной практике, которые попытались найти факторы, прогнозирующие лучший ответ на реграфинип, то есть здесь взяли пациентов, у которых общая выживаемость больше 6 месяцев и посмотрели, какие вот характеристики. Ну, вот оказалось, что лучший исход был у пациентов, у которых больше времени с момента установления диагноза до появления метастазов, если минимум нежелательных явлений на первых четырех циклах и когда нет коррекции ДОС на первых четырех циклах, меньше трех метастатических очагов, низкий уровень ЛДГ, ну и дополнительно здесь в таблице указано как раз отсутствие мутации в гене Кирас, то есть это улучшает прогнозы и делает более вероятным, да, длительная эффективность на реграфинипе. Еще один плюс реграфинип, ну, кроме того, о чем мы сейчас говорили, о том, что да, это опция в третьей линии, да, другой механизм действия, это еще своего рода химиотерапевтические каникулы, то есть когда можно сделать перерыв и в дальнейшем опять вернуться препаратом, то есть цитостатиком. Пациент должен отдохнуть, у него должно быть какое-то время. Ну и плюс, конечно, таблетированный препарат, что в территории, где очень большие пространства, это удобно, что минимум визитов, особенно, ну, сейчас у нас появилась возможность в льготу вывести таблетки, я знаю регионы где давно уже, у нас это, к сожалению, только вот буквально с конца прошлого года появилась возможность таблетированы, таргетную терапию вывести в льготу. Процент получающих лечения после ригорофениба, и вот каждое из исследований, он показывает все больше и больше число, вот и риготас, это одно из последних исследований, это сравнение ригорофениба и трифлоридина-типироцила, там 65% уходили в четвертую линию после ригорофениба, ну и в принципе мы и в реальной практике тоже видим, что большая часть пациентов после ригорофениба как раз уходит на четвертую линию. Еще одно из последних исследований, колониер, здесь брали пациентов, у которых выживаемость без прогрессирования 4 или 5 месяцев, и изучали эту группу пациентов, так называемых долго отвечающих на ригорофениб, и оказалось, что большинство пациентов, которые получили лечение в течение 4-5 месяцев, это пациенты, которые получали ригорофениб как раз в третьей линии, с вероятностью длительного ответа в последующих линиях, да, или там в более ранних, к сожалению, не показывает этот эффект. Ну, это еще раз о том, что те, кто получили 5 месяцев у них, и медиана времени, то есть медиана выживаемости без прогрессирования, она больше, да, то есть в целом они после 5 вот как раз достигают медианы 7-3 месяца, те, кто 4 месяца речились, у них вероятность дойти до медианы в 6 месяцев. Качество заключения, то есть правильные переходы, они обеспечивают не только длительность ответа за хранение, но и качество жизни наших пациентов. Да, пероральный прием тоже является предпочтительным при более поздних линиях терапии, ну и мы понимаем, что это дополнительная опция, а опции в колоректальном раке, несмотря на все разнообразие, все-таки по механизмам действия их не так много. Спасибо коллеги за внимание.